Привет, друзья! Сегодня у нас небольшой пас криптум к моему предыдущему видео, где я делал некоторые замеры аккумуляторов формата 18650. Для этого, как вы видите, я взял четыре аккумулятора, два из них пометил одной полоской, а другие два из них двумя полосками. Но сейчас и сегодня я хочу сравнивать не аккумуляторы, а зарядные устройства. В левом углу ринга у меня мой самодельный зарядник. Видео, как я собирал этот зарядник, вы можете посмотреть у меня на канале и ссылка, конечно же, будет в описании. Но в правом углу ринга у меня обычный магазинный зарядник, который был приобретен примерно за 1000 рублей. И сегодня я хочу проверить, есть ли между ними хоть какая-то заметная для нас с вами разница. А аккумуляторы с двумя полосками я вставлю в фирменный зарядник. Естественно, предварительно все четыре аккумулятора были одинаково разряжены. Ну а аккумуляторы с одной полоской я вставляю в свое колхозное, огромное и страшное зарядное устройство. Ну и первая номинация, по которой я буду рассуживать зарядники, это время зарядки аккумулятора. Здесь мой Франкенштейн, так как заряжает линейно, справился всего лишь за три часа. То время, когда фирменный зарядник пыхтел порядка восьми часов. Здесь каждый для себя должен решать сам, но лично мне гораздо важнее скорость, потому что мне, если я ставлю аккумулятор на зарядку, нужно зарядить аккумулятор сейчас, а не ждать много-много часов и надеяться, что после такой клёвой зарядки мой аккумулятор прослужит там, например, не три года, а пять. Я лучше куплю новый аккумулятор потом. И так как самодельное зарядное устройство справилось гораздо быстрее, у нас вот синие светодиоды везде загорелись, который индицирует нам о том, что полностью аккумулятор заряжен, то мы сначала будем работать с аккумуляторами именно с моего самодельного зарядника. Поэтому вынимаем аккумуляторы и производим замер напряжения. На одном из аккумуляторов у нас оказывается 4,05 вольта, на другом 4,02 вольта. Это, конечно же, меньше, чем необходимо и, скорее всего, у нас где-то что-то пошло не так, но будем, естественно, работать с тем, что есть. Дальше я воспользуюсь клубком из предыдущего видео. Кто видео не видел, то приглашаю, естественно, посмотреть, но смысл здесь очень простой. Два аккумулятора подключены параллельно и к ним припаян стабилизатор повышающий напряжение, который выкручен на 5 вольт. На стабилизатор напряжения припаян USB разъем и в него вставлен USB замеряющий тестер. Также все это проходит через плату зарядки подобных аккумуляторов TP4056. Ее роль в данной цепи очень простая. На ней, во-первых, организована защита от короткого замыкания, но также она задает нижний порог от переразрядки. Но к тестеру уже подключается модуль USB нагрузки. И, кстати, видео, как сделать который, вы можете найти у меня на канале. Ток нагрузки, как вы видите, я выставил пол ампера. Многие под моим предыдущим видео писали, что нужно аккумуляторы разряжать примерно таки в одинаковых условиях, плюс мерить не в ампер часах, а, собственно, в аточасах. Ну а также, что у меня просто происходят гигантские потери на повышающем стабилизаторе. И да, друзья, очень во многом я с вами согласен. Но так как аккумуляторы в моем личном эксперименте у меня будут просто разряжаться в одинаковых условиях и будут измеряться примерно одинаковые цифры, да? Скажем, что это не ампер часы, которые мы меряем с аккумулятора, да? А это какие-то попугаи. Ну, конкретно для моей нынешней задачи мне подойдут и попугаи, потому что мне не нужно выяснять прям конкретные цифры и какие они на самом деле, а просто мне нужно выяснить, кто же лучше и есть ли между ними разница среди зарядных устройств. И когда аккумуляторы через пять с половиной часов были полностью разряжены, у нас, собственно, на тестере показалось число 2750 попугаев. Что, конечно же, безусловно, мало и разница с экспериментами из предыдущего видео. Но никаких подгонов, никаких фальсификаций и перезамеров, всё показываю именно так, как оно есть. Потому что мы сравниваем именно зарядные устройства. И я подозреваю, что у меня аккумуляторы до конца не зарядились, по той причине, что на кулачках моего самодельного зарядного устройства был небольшой неконтакт. Ну, как бы в этом зарядник и виноват. К этому моменту у меня только полностью зарядились аккумуляторы с двумя полосками. Ну и дальнейший ход моих рассуждений и действий вам, в принципе, известен. При замере напряжения каждый аккумулятор показал 4,18 вольта. Что, в принципе, и должно быть на этих аккумуляторах при полном заряде. После этого запихиваю аккумуляторы, заряженные клёвым фирменным магазинным зарядником, в свой адский клубок и начинаю их разряжать. Естественно, процесс разрядки происходит таким же образом, как и в предыдущем случае, при токе в полуампера. И замеряется при этом количество вышедших из аккумуляторов попугаев. По истечению 6 с 3 часов аккумуляторы у нас полностью разрядились. И у покупного фирменного зарядного устройства результат получился гораздо лучше, гораздо превосходящее моё колхозное самодельное устройство. 3100 попугаев. Кстати, этот результат очень схож с теми результатами, которые мы получили с вами в предыдущем видео. Следующий мой шаг очень прост и предсказуем. Зарядные устройства просто-напросто меняются аккумуляторами. То есть аккумуляторы с одной полоской теперь отправляются в фирменный магазинный зарядник. И после 8-часовой зарядки мы имеем на аккумуляторах напряжение по 4,17 вольта. Затем ставлю эти аккумуляторы на разрядку и спустя, собственно, снова 6 часов у этого зарядника не поменялся результат, несмотря на то, что аккумуляторы поменялись. И с моим зарядником эти аккумуляторы отыграли гораздо хуже. Ну а это говорит нам о том, что дело все-таки было в бобине, а не в аккумуляторах. И на экране у нас все те же привычные для нас 3100 попугаев. Стабильность результата это, кстати, неплохо. А параллельно только что описанному процессу я поставил заряжаться двухполосные аккумуляторы на свой самодельный зарядник. В этот раз процесс зарядки занял 3 часа 10 минут. И напряжение на одном из аккумуляторов было 4,17 вольта, а на втором 4,14 вольта. То есть второй аккумулятор снова чуть-чуть до конца не дозарядился. Но так как на аккумулятор валить особого смысла нету, мы их все тестировали и все они в принципе могут, то это плохой контакт на кулачке зарядного устройства моего самодельного. Я, если честно, знаю об этой проблеме, так как за пару месяцев использования данного зарядника пружины, которые подтягивали кулачки немножечко подрастянулись. Но теперь давно знакомое и привычное дело, сейчас будем мы с вами разряжать аккумуляторы. И в итоге у меня получилось 2950 попугаев. Это все равно в любом случае немножечко меньше, чем в купленном в магазине зарядным устройством. Но теперь настало время для финальной таблицы результатов, которые вы видите на своих экранах. И пояснять тут в принципе особо нечего, но все же я хочу вам рассказать. Прежде всего, несмотря на разные емкости в нашей финальной таблице результатов, соответственно, сами результаты, я хочу сказать, что на самом деле оба зарядника примерно заряжают одинаково. Вот просто на моем самодельном заряднике просто, ну, очень плохие контакты, они немножко со временем подрошатались, и с ними надо немножко что-то сделать, как-то их исправить. Но, соответственно, несмотря ни на что, в любом случае по результату самоделка проиграла. Хотя в последнем эксперименте разница была в 150 попугаев и с целых 3000. Ну, я не знаю, я лично не очень-то готов платить там 1000 рублей за эти 150 конкретно попугаев, да? Дальше хочу поговорить о скорости заряда. Мой зарядник, на самом деле самодельный мой зарядник, тут очень сильно выигрывает и просто тащит в магазинный. И объяснение для этого очень простое. Мой самодельный зарядник построен на микросхеме TP4056. И процесс заряда аккумулятора здесь осуществлен полностью и целиком линейно. Что, конечно же, не совсем правильно. В свою очередь, на магазинном заряднике, я так понимаю, что все-таки, скорее всего, я, конечно же, не проверял. Но почему 8 часов он все это заряжает? Потому что там процесс зарядки организован правильным образом. Не мне рассказывать совершенно, как это должно происходить правильно, но факт в том, что если правильно заряжать аккумулятор, он будет больше из себя выжимать и, соответственно, дольше служить по времени. Ну, блин, на самом деле 3 часа и 8 часов разница во времени просто колоссальная. И лично я для себя выбираю вариант, когда просто-напросто у меня аккумулятор чуть подпортится и я куплю себе лучше новый, чем буду каждый раз смучиться и заряжать аккумуляторы по 8 часов. Хотя, опять же, это чисто мое мнение и его я никому не навязываю, просто делюсь. Также по своему самодельному заряднику я говорил об этом видео и напоминаю сейчас, что я его, в принципе, считаю непрактичным, это не самый хорошо удавшийся проект и его хорошо бы переделать, ну, чем, собственно, когда-нибудь в ближайшее время я надеюсь, что займусь. И если до этого основные претензии были именно к его габаритам, то на данный момент меня еще и контакт кулачков не очень устраивает. Но это все россказни и разглагольствования. Результаты вы видите на своих экранах, основные выводы я предоставляю вам сделать самостоятельно. В следующем видео мы будем собирать клевый и дикобюджетный повербанк. А на этом у меня все, пока-пока.